Я в детстве для себя решила, что когда я вырасту, и даже в детстве, я никогда не буду соглашаться на меньшее. Даже игрушку, самую клевую, самую большую, самую прекрасную. Если чувство и любовь, то он ни за что не разменивается. Никакое чувство комфорта, никакое чувство пора-пора, возраст, какое-то всеобщее осуждение и вся прочая ерунда у меня была всегда безинтересна. И вот этот стих написался тоже достаточно давно, я его даже сказала очень давно. И я как раз хотела им проиллюстрировать, что происходит в нашей жизни, когда мы идем на сделку собственного сердца, думая о ум, и как потом не здорово все из этого получается. Мари. Его связь с Мари была предсказуемой, но спонтанной. Он встречал ее у запущенного фонтана и был внутренний папный углу тьери. Там поил ее дорогим, но жалким. Замиранием просил счет, подолоку перебирал бумажки, совал служанки и говорил себе – не ори. Мари то хихикала, то стенала, но неизменно ей было мало этих дешевых доз для того, чтобы с ним пойти. Ей не хватало ни воли, ни алкоголя. В ее слезах практически не осталось соли. Она никак не могла очнуться и в раз от него уйти. Когда блеклое утро полоскало рассвет в стакане, он хватал ее руки, прятал в своем кармане, крепко сжимал за талию и выводил на снег. Мария едва на ногах стояла, вспоминала Италию, умоляла. Временами не странный шаг или превращался в век. Она не хотела под ним лежать. Противилась, ежилась, искрепляла. Когда он был в ней, она как будто бы растворялась. А после вразбливой морщилась, возвращалась и повторяла – что это за человек? Он ведь знал, что они не протянуты вместе. Эта связь замешана на грошовом тесте. Он мечтал о тихой, глухой невесте. Мари просто не знала, чем для себя добить. Она не чуяла твердь ногами, исчезала под руку петляющими шагами, кричала, разговаривала с богами, просила, чтобы научили ее любить. Его связь с Мари была проклятой изначально. Она гуляет над облаками, месит грехи свои огромными сапогами, силится вспомнить, как выжгала его внутри. Он кричит во сне невозможными голосами, путает шелковые подушки с ее голосами, тащит другую на угол их телеви. Ее зовут Клер. Она ожог его врачует. Он больше не поминает свои Мари. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ